Подземный город Деринкую. Подземный город Деринкую находится под одноименным городом Деринкую ранее Малакопия, в 29 километрах от крупнейшего подземного города, не в Шехира бывшее название, Мушкара, древние низа на территории современной Турции. В город ведут около 600 наружных дверей, спрятанных во дворах наземных жилищ. Глубина подземного города составляет около 85 метров. Он состоит из хлевов и конюшень, подвалов, складских помещений, трапезных, церкви, винодельни, есть кухни, столовые, пекарни, колодца, амбары, винные погреба, церкви, часовни, мастерские и так далее. Есть сведения, что в подземном городе было даже кладбище. Подземный город Деринкую был выдолблен в мягком туфе, типичной для Каппадокии вулканической породе. Он был построен еще во времена хетов в 1900-1200 годах до н.э. и расширялся на протяжении столетий. Здесь люди на протяжении веков скрывались от набегов врагов, религиозных преследований и прочих опасностей. Достигая глубины около 60 метров 8 ярусов, в древние времена город мог приютить до 20 тысяч человек вместе с продовольствием и домашним скотом. Площадь города точно не установлена, она составляет 1,5-2,5 км, либо 4 на 4 километра. Ученые полагают, что ныне исследовано лишь 10-15% всей территории города. Предполагается, что в городе всего не 8, а целых 12 ярусов, хотя некоторые строят гипотезы о наличии еще 20 неоткрытых этажей. Подземелье Деринкую представляет собой сложную разветвленную систему комнат, залов, тоннелей и колодцев, расходящихся вниз перекрытой решетками, вверх и в стороны. Город строился таким образом, чтобы его было невозможно захватить. Были предусмотрены все меры предосторожности, в случае опасности входы закрывались огромными валунами, и даже если противник преодолел бы их, ему вряд ли удалось бы выбраться обратно на поверхность, не зная потайных ходов и плана лабиринтов. Вероятно, город строился таким образом именно в расчете на то, чтобы в его устройстве хорошо ориентировались только его жители, а враги, напротив, моментально терялись. Вход в подземелье находится в одноэтажном доме в селении Деринкую, расположенном на плоскогорье высотой 1355 метров над уровнем моря. Все залы и туннели достаточно хорошо освещаются и вентилируются. Температура внутри колеблется от 13 до 15 градусов, для связи между этажами во многих местах в полу небольшие отверстия. На первом уровне находились конюшни, довильный пресс для винограда и массивный свод. Глубже размещались жилые помещения, кухня и церковь. На втором ярусе находятся уникальные для подземных городов помещения, отличительная черта Деринкую – большой зал со сводчатым потолком. По-видимому, в нем и в соседних комнатах размещалось духовное училище. На третьем и четвертом ярусах располагались оружейные склады. По лестнице между ними можно попасть в церковь крестообразной формы размерами 20 на 9 метров, посвященной святым бессребренникам, одно время этот храм славился своими чудесами. Налия вниз ведет узкий тоннель высота потолка 160-170 сантиметров, по бокам которого расположены пустые камеры. При спуске вниз потолки становятся все ниже, а проходы все уже. На нижнем восьмом этаже находится просторный зал, возможно предназначавшийся для собраний. Изнутри город закрывался с помощью больших каменных дверей, ими можно было перекрыть доступ к отдельным комнатам или даже к целым этажам. Каждая дверь представляет собой большой каменный диск высотой 1,1,5 м, толщиной 30-35 сантиметров и массой 200-500 килограммов. Двери открывались с помощью находящихся внутренних отверстий, причем только с внутренней стороны и усилиями минимум двух человек. Эти отверстия могли также выполнять роль дверных глазков. Вертикальные вентиляционные шахты, всего их 52 внизу доходит до грунтовых вод, и ранее служили одновременно колодцами. Город славится очень сложной системой вентиляции и водоснабжения. До 1962 года население поселка Деринкую удовлетворяло потребность в воде из этих колодцев. Чтобы избежать отравления воды во время нашествия врагов, выходные отверстия некоторых колодцев тщательно закрывались и маскировались. Помимо этого были и специальные вентиляционные шахты, искусно спрятанные в скалах. Часто под колодцем маскировались потайные ходы, которых на данный момент обнаружено около 600 штук. Некоторые из них находятся прямо в наземных хижинах. В провинции Невшихир имеются и другие подземные города, связанные между собой многокилометровыми туннелями. Один из них, Каймакла, соединяется с Деринкую туннелем длиной в 8-9 километрах. В области между городами Кайсирии и Невшихиром были открыты более 200 пещерных городов. Каждый из них уходит под землю не менее чем на два этажа. Причем 40 из них достигают глубины в три яруса. Подземные города в Деринкую и Каймакла являются одними из лучших образцов подземных жилых сооружений. Сейчас подземные города Каппадокии привлекают множество туристов, однако внутри они по большей части пустуют. Нана Геруни Продолжение следует...